Приветствую вас, интернациональная аудитория! И сегодня мы покажем вам удивительные вещи, которые не должны происходить. Это греческий остров Икария. Монастырь. Это одно историческое место из тех, в которых мы попали. И при монастыре существует кухня. И как с ним обошлись современные бетонщики. Состояние здания прекрасное. Хочу, чтобы вы обратили внимание, что это каменное здание. Сложено на глину. А может на землю. Обмазано глиной. Вся фишка. Человеку, который заходит в какой-нибудь музей, увидеть как можно больше старины. А если он видит там современный материал, и еще если сделано тяп-кляп... Вот я зашел в помещение, прикольное. Старинку все глиной вымазали. Очень красиво. Старина смотрится. И даже камень, возможно, на глину положен. Старинная кладка. Вот она сохранилась. Но если вы хотите бетон залить, как сделайте его, чтобы его видно не было. Потому что я зашел и у меня сразу начали резать глаза. То есть там гости не вытащены, когда мастера делали. Там проволока неоткуснена. Там еще что-то. Колонны поставили. На хрен вы их здесь поставили? Расскажите мне. Ну вот так. Расскажите мне, зачем в каменное здание ставить колонны? Они все равно не играют роль. Здание связано. Зачем необходимо было вертикальные колонны ставить? Я зашел и у меня такое острое состояние, как будто это плачевное помещение. На самом деле в помещении даже не существует ни одной трещины. То есть колонны это лишнее. Это вымогательство денег. Я не знаю с кого-то, с монастыря или с кого-то. По кругу колонны и то ее можно было сделать упрощенный вариант. То есть наружная часть пластушки, внутренняя часть пластушки. Посредине кладете арматуру, желательно две-три, и все, заливаете бетон. Это все стягивает. Все, больше ничего не надо. И ничего не будет видно. Не будет видно вот этого бетона. Сразу видно отношение бетонщика к каменным кладкам, которые ни хрена не соображают в том, что он делает. Он просто научился заливать бетон. И то крыло. Потому что я смотрю, колонна выйдута. Если бы ты уже заливал эту колонну, то ты ее нормально залил бы, чтобы она ровно стояла. Потому что ты заливаешь ее в музей. То есть она уже ничем не прикрывается. Ты даже не обрезал эту арматуру. Которой крепились доски. То есть ее нужно было обрезать, и все лишнее подбивать. И даже если ты хочешь залить бетон, возьми простую драпину, молоток с зубами. И пройдися, чтобы это было под камень. Ты мог все что угодно сделать. Это закончена работа. Это все уже. Здесь уже все стоит. Горшки стоят. То есть работа принималась. Ну, как у нас это принимается. Когда я был в Владивостоке, там набирается кого-то один по знакомству, по бухлу, по всему. Нанимают китайцев, и начинают делать все, что через 2-3 года рушится. Я посмотрел, и у меня такое отвращение сразу. То есть человек, который заливал бетон, он некомпетентен. И даже там сзади гвозди торчат. То есть они даже поленились вырвать эти гвозди. Вот там наверху. Ребенок залетит, сядет, и захочется ему головой откинуться назад, потому что это в его привычке. Он имеет право на это. Он ребенок, и он раз в эту арматуру, бам! Неужели нельзя было сделать нормально? Все, мастера, каменщики и бетонщики, кто бы там ни был, строите из камня или заливайте свой бетон. Ну, чтобы это была качественная работа, было на что посмотреть. В данный момент не на что. Да, то, что осталась там старинная кладка. Ну, такую старинную кладку мои ребята аж бегом делают.